Презентация будет состоять из трех основных частей. Первая часть, я расскажу о том, что такое контракт Unit Link, вторая часть будет посвящена больше взаимным фондам или появления институционных фондов, которые можно включать в портфель в рамках данных контрактов. И третья часть, мы поговорим детально о продуктах и коснемся больше технологий их оформления. Как мы знаем, основная задача для нас, как для финансовых консультантов, это помочь клиенту создать некий финансовый капитал. Это может быть либо пенсионный капитал, либо фонд для образования детей, либо капитал на любые другие финансовые цели. При этом мы предлагаем всегда клиентам создавать инвестиционно-страховой портфель, который всегда должен быть представлен определенным набором финансовых инструментов, в которые могут включать как страхование жизни, программы инвестиционных фондов, различные ценные бумаги, банковские вклады, недвижимость, возможно, собственный бизнес. И вот одним из таких инструментов, которые также дополняют такой портфель клиента, является программа Unit Link, инвестиционное страхование Unit Link. Что это такое? Unit Link в целом это инвестиционный инструмент, который предлагается западными страховыми компаниями, не только западными пока, потому что в России такого рода продуктов еще нет. Продукт существует достаточно давно, возник в 60-е годы в Великобритании и сейчас распространен очень широко. Юридически Unit Link представляет собой полис страхования жизни, в рамках которого страхователь, то есть клиент, обязуется перечислять регулярные взносы в страховую компанию. Но при этом все 100% страховых взносов инвестируются в соответствии с выбором страхователя. Страхователь имеет возможность выбора из различного рода инструмента. Как правило это взаимные фонды, могут быть фонды акций, могут быть фонды облигаций, фонды недвижимости, фонды могут быть под управлением как самой страховой компании, так же и в основном все-таки сторонних провайдеров. И в данном случае страховая компания выступает неким брокером, посредником покупки для клиента данных взаимных фондов. Основными игроками на данном рынке являются компании General International, Royal London 360, Hansard, France Provident, Irish Life, Scandia, Turing и многие другие. При этом страховая компания, имея соглашение со многими взаимными фондами, управляющими фондами, предоставляет клиенту безграничную по сути возможность выбора, в какие фонды инвестировать свои средства. Это могут быть фонды, например, компании Barclays, Fidelity, JP Morgan, HSBC. И важно отметить, что страховая компания как бы сделала уже при отбор, при селекшен этих фондов, таким образом, чтобы обезопасить клиента. Я думаю, что все вы знакомы с таким продуктом, как накопительное страхование жизни в целом российской компании. Сейчас мы проведем некую аналогию накопительного страхования жизни и UnitLink. В первую очередь, если говорить о целях, то UnitLink является в первую очередь способом долгосрочного накопления через инвестиционные инструменты и служит для решения неких долгосрочных финансовых целей. При этом единственным страховым случаем в UnitLink является смерть страхователя. И в случае ухода из жизни клиента заранее назначенный выгодоприобретатель получает все принадлежащие средства, храняющиеся в UnitLink плюс небольшой бонус, обычно плюс 1%. То есть то, что клиент инвестировал с учетом инвестиционного дохода плюс 1%. Накопительное страхование жизни является в первую очередь способом получить значительную сумму выплаты при страховом случае. Да, это мы знаем, то есть это в первую очередь страховой продукт. И как бы вторая цель – это делать некие накопления, которые уже инвестируются в самой страховой компанией. То есть на деньги, которые инвестируются в самой страховой компанией, клиент влиять никаким образом не может. Инструменты похожи тем, что и там, и там клиенту плачут регулярные взносы. Но при этом есть отличие в том, что в UnitLink все деньги клиента инвестируются и по усмотрению самого клиента. В накопительном же страховании жизни часть денег идет на страхование, а на накопление идет другая часть, которая, еще раз повторюсь, инвестируется в самой страховой компанией, и, как правило, очень консервативна. Программы UnitLink очень гибкие. Они позволяют как увеличивать взносы в течение срока контракта, уменьшать взносы, приостанавливать программу, то есть брать так называемый премиум холода или каникулы, имеет возможность, есть возможность изъятия из программы после окончания первоначального периода. И также есть возможность делать разовые взносы, то есть, предположим, если клиент получил бонус, либо продал какое-то имущество, эти деньги можно в виде единовременного взноса поместить также в контракт. Каковы основные преимущества UnitLink? То есть, во-первых, это, конечно же, низкий порог входа. Мы знаем, что для того, чтобы инвестировать деньги за рубежом, как правило, необходимы крупные суммы. То есть, это минимум 10 тысяч долларов, а иногда они доходят и до 100-500 тысяч долларов по покупке отдельных фондов. К UnitLink это не относится. В данном случае инвестиционный полис можно открыть даже от 300 долларов в месяц. Происходит это благодаря тому, что страховая компания, объединяя средства и взносы многих клиентов, имеет возможность купить на вот такой объединенный взнос по ИИ уже в фондах. Второе преимущество – это низкие издержки по инвестированию средств. За счет, опять же, большого объема бизнеса страховой компании с управляющими фондами, компания имеет значительные скидки при покупке фондов и, как правило, при обмене фондов не взимается никаких комиссий. Третье преимущество – это большой очень выбор фондов. К примеру, такие компании, как Royal London позволят сделать выбор из более чем 100 различных фондов от 20 и более управляющих компаний и инвестировать в средства в 80 различных валютах. Четвертое преимущество – это безналоговый рост. То есть тот рост по фондам, который был в рамках полиса, он не облагается налогом. Это важно при обмене фондов, так как в данном случае все 100% средств из фонда, которые мы продаем, направляются в фонд, который мы покупаем. То есть никакой налог не удерживается при транзакциях обмена. При этом следует иметь в виду, что у клиента может возникнуть объект налогообложения, когда он полностью выводит деньги из программы. Это, опять же, зависит от того, юрисдикции, где клиент проживает и каким образом он осуществляет данный уровень. Удобство платежей. Несмотря на то, что мы говорим о том, что это западные продукты, западные инвестиционные продукты, нет никаких проблем с переводом средств в программу. То есть возможны различные виды платежей по полюсу. Например, ежемесячные платежи, которые часто вносят с помощью банковской карты. Либо безналичный перевод также возможен через любой банк, российский, зарубежный. То есть это очень удобно. Причем по платежам с помощью банковской карты не взимается комиссия. Не взимается комиссия за платеж банковской карты. У клиента выписки проходит как безналичная покупка просто в магазине. Следующее преимущество в том, что программа UnitLink позволяет владельцу получить доступ к деньгам даже до окончания срока программы. Они очень гибкие. Снизить размер взносов, приостановить программу также это есть. И легкость открытия и управления заключается в том, что не нужно никуда выезжать. Все документальное оформление происходит через наш офис в России. Как мы говорили, один из основных преимуществ UnitLink в том, что клиент получает доступ к различным взаимным фондам. Взаимные фонды это аналогичное название по его инвестиционным фондам. То есть это то же самое, что и по его инвестиционный фонд, только в английской версии. По сути BIF, по его инвестиционным фонд или взаимный фонд, это фонд, который объединяет средства пайщиков для дальнейшей покупки этим фондом различных ценных бумаг. Предположим, акции, облигации, недвижимости. У каждого фонда есть управляющий, который соответственно выбирает в какие активы вкладывать деньги. И, что самое важное, у каждого фонда есть определенная стратегия, которая закреплена в документах фонда и которой управляющий должен следовать. Например, фонд американских акций по умолчанию не может вложить деньги, например, в бразильские облигации. Это просто запрещено проспектом фонда и, соответственно, депозитарий не позволит такие сделки производить. То есть, в этом случае интересы клиентов защищены. По его инвестиционным фонд также дает диверсификацию. То есть, покупая даже на небольшую сумму, предположим, на 50 долларов в месяц, мы получаем большую диверсификацию внутри по различным акциям либо облигациям. Рассмотрим несколько, точнее, три взаимных фонда, доступных на платформе как раз Uniflame. Первый фонд компании Шрёдер, фонд развивающихся рынков, который инвестирует в акции компании, работающих в развивающихся рынках по всему миру. В левой части мы видим разбивку по странам. То есть, на данный момент большая часть средств инвестирована в акции корейских компаний, 18-79%. Около 18% Китай, потом идет Тайвань, Бразилия, Россия, Индия, Таиланд, Мексика, Малайзия. То есть, такой большой срез различных акций различных компаний. Справа мы видим крупнейшие позиции в этом портфеле. То есть, важно отметить, что даже самое крупное держание не превышает 6% от общей доли. Это, соответственно, снижает риски. Тут мы видим компании Samsung, Hyundai, Flucoil и многие другие. Фонд запущен в 1994 году и на текущий момент активы под управлением около 3 миллиардов долларов. То есть, крупный, надежный фонд с хорошей историей. Доходность его составила 90% за последние 5 лет. То есть, понятно, что она колебалась, видите, на графике. Но за 5 лет фонд вырос на 90%. А второй фонд, который мы также можем рассмотреть, это фонд инвестирующий в акции компании малой капитализации в США под управлением компанией JP Morgan. Также справа мы видим крупнейшие позиции фонда. Ну, наверное, эти названия ни о чем нам не скажут. Малая капитализация не очень известной компании. То есть, мы видим, что самое крупное вложение не заставляет более чем 2% от всех средств фонда. Фонд допущен в 1984 году. Текущая сумма активов под управлением 246 миллионов долларов. Так как это акции малой капитализации, соответственно, предполагается больший риск, ну и большая потенциальная доходность. Если говорить об этом фонде, то он рос в среднем за последние 5 лет на 24% в год. И за 5 лет вырос на 180%. И третий фонд, это фонд облигаций, который я также хотел бы рассмотреть. Компании Franklin Templeton, Templeton Global Bond. Этот фонд инвестирует в облигации по всему миру. На кружке мы видим, что у нас здесь присутствуют южнокорейские облигации, Польша, малайзийские, мексиканские и многие другие. Этот фонд запущен в 1991 году, один из самых успешных фондов в целом в мире. Его размер на текущий момент составляет более 45 миллиардов долларов. и фонд стабильно растет с доходностью порядка 9,5% годовых. 9,5-10% годовых фонд стабильно показывает. За последние пять лет он вырос на 54%. Что важно? При выборе инвестиционных фондов мы всегда придерживаемся стратегии диверсификации. Я думаю, что мы сделаем отдельный вебинар на тему инвестирования средств. Это не является предметом текущего вебинара. Но вкратце скажу, что чтобы инвестировать деньги правильно, необходимо, чтобы средства были распределены по разным секторам. Это акции, облигации, альтернативные вложения. По разным валютам, как минимум доллар и евро. И соответственно в разные классы активов в разных странах. Сейчас на этом слайде приведен сбалансированный портфель, который состоит на 30% из облигаций, на 50% из акций и 20% этой альтернативной инвестиции. В облигации у нас включены три фонда. Это американские облигации, европейские облигации и облигации развивающихся стран. Акции также представлены тремя фондами. Первый инвестирует в акции США малой капитализации, второй фонд в европейские акции и третий в акции развивающихся стран. Альтернативные инвестиции представлены двумя фондами. Это золотые слитки, физическое золото и глобальная недвижимость. То есть вот такой сбалансированный портфель дает нам соответственно очень низкие колебания и хорошую доходность в долгосрочной перспективе. В среднем он показывает порядка 10% рост за последние пять лет. Хорошо, переходим к следующей части – финансовое планирование. То есть инвестиционное страхование UnitLink в первую очередь позволяет решить пенсионный вопрос. На данном слайде мы видим классическую ситуацию клиента. Давайте посмотрим. Возраст клиента 35 лет. Он хотел бы в 60 лет уже отойти от дел, получать некий пассивный доход. Сейчас клиент зарабатывает 3000 долларов в месяц, из которых 2000 тратит, примерно 1000 долларов инвестирует. И при выходе на пенсию в 60 лет клиент хотел бы получать пассивный доход в размере 3000 долларов в месяц в текущих деньгах. Соответственно, наша задача как финансового консультанта состоит в том, чтобы сделать ему предложение, которое позволит ему решить данную задачу. То есть, по сути, посчитать, сколько ему денег потребуется для того, чтобы реализовать эту цель, получать пассивный доход в размере 3000 долларов. И предложить ему инструмент для реализации этой задачи. С точки зрения расчетов необходимого капитала существует в целом два основных подхода. Первый подход предлагает делать расчеты, исходя из определенного периода дожития клиента. То есть, например, клиент сейчас 35 лет, 25 лет он копит, и потом 15 лет он тратит эти деньги. Это первый подход. Второй подход предполагает делать расчет, исходя из того, что клиент при достижении пенсионного возраста будет снимать только проценты с накопленного капитала. Основную сумму капитала он трогать не будет. Мы считаем, что второй подход более правильный, да, потому что никто не знает, сколько мы проживем. И чтобы деньги не закончились тогда, когда они особенно нужны, да, в старости, на медицинское обслуживание, на поддержание хорошего уровня жизни. Лучше всего основной капитал не трогать, то есть, снимать только проценты с этого капитала. Давайте посчитаем, сколько нам необходимо иметь, да, чтобы получать пассивный доход в размере 3000 долларов в месяц. То есть, 3000 долларов в месяц, это 36000 долларов в год. То есть, 3000 долларов умножаем в 12 месяцев, получаем 36000 долларов в год. Это то, что клиент хотел бы получать в текущих деньгах. Ну, естественно, клиенту необходим некий фонд, например, вклад в банке, разместив который на определенную сумму он бы получал эти 36000 долларов. Какая сумма должна быть этого фонда при доходности 10% годовых? Посчитать это легко, составляет она 360000 долларов. То есть, если у нас 360000 долларов есть в инструментах, которые приносят пассивный доход в размере 10%, это будет составлять 36000 долларов в год или 3000 долларов в месяц. Как правило, когда мы говорим о том, что капитал уже создан, что это пенсионный капитал, первое, на что мы должны обратить внимание клиентов, то, что эти деньги должны быть размещены очень консервативно. Мы не можем принимать никакие риски, потому что у нас не будет другого периода накопить этот капитал. Соответственно, чем ниже риски, тем ниже доходность. И, как правило, когда мы говорим о размещении пенсионных средств, мы ориентируемся на доходность не выше 5% годовых в валюте. Соответственно, при доходности 5% годовых нам необходим капитал уже не 360000 долларов, а 720000 долларов, чтобы решить ту же задачу получения дохода в 3000 долларов в месяц. Затем, что мы также должны сделать, это посчитать, сколько эти деньги будут стоить с учетом инфляции. Потому что очевидно, что 3000 долларов сейчас это не 3000 долларов через 25 лет. И, соответственно, 720000 долларов это не 720000 долларов через 25 лет. Хорошо то, что у нас есть период для того, чтобы создать этот капитал за 25 лет, но плохо то, что это 25 лет инфляции. Когда мы говорим об инструментах западных, валюте, мы, как правило, берем инфляцию либо 3%, либо 5% годовых. И по таблице инфляции, таблица инфляции показывает, что за 25 лет при 3% инфляции деньги обесцениваются в 2,0938 раза. У нас есть таблица, могу тоже вам направить, если нужно. Таким образом, необходимый размер капитала уже не 720000 долларов, а 1 507 536 долларов. То есть вот мы вышли на ту цифру, которая, соответственно, актуальна для клиента, на что его нужно ориентировать. Посчитали, сколько нужно, и, соответственно, сейчас нужно предложить решение. Решение в данном случае может быть инвестиционный план Quantum компании RL360, RL360, RL360. Со взносом 600 долларов в месяц и ежегодным увеличением на 10%. То есть ежегодной индексацией на 10%. При сроке инвестирования 25 лет планируемая сумма накоплений при доходности 12% годовых составит 1 530 000 долларов. Что, соответственно, закроет его потребность в получении пассивного дохода с этого капитала. На данном слайде представлен снапшот из иллюстрации. То есть в данном случае есть такие же иллюстрации, как и во многих других компаниях, которые позволяют увидеть, каким образом средства клиента растут со временем. То есть мы видим Total Premium Spade – это то, что клиент платит во втором столбце. И в правом столбце у нас показаны выкупные суммы на разных сроках. Этот полис сконструирован так же, как, собственно, накопительное страхование жизни, которое предполагает, что есть некий первоначальный период, в течение которого выкупная сумма равна нулю. Думаю, что вы с этим знакомы, тут, собственно, объяснять ничего не нужно. А я бы обратил внимание на ту разницу, которая есть на сроках инвестирования, например, 20, 25 и 30 лет. То есть посмотрите на строку 25 лет. Мы видим, что клиент накопит 1 530 000. При этом, если же он откроет контракт на 30 лет, то сумма его накоплений составит практически в полтора раза больше. Да, при несравнимо меньшем взносе. Третья часть нашего вебинара как раз посвящена больше продуктами и технологии оформления. Наиболее удобный контракт, на наш взгляд, это контракт Quantum компании Royal London 360. Пара слов о компании. Компания сама образована путем слияния двух крупных компаний Scottish Life International и Scottish Provident International. Активы под управлением текущего момента составляют более 2 миллиардов долларов. Находится компания на острове Мэн, это английская юрисдикция, с очень высоким рейтингом S&P AA. Но для нас важно то, что на острове Мэн принят закон, который распространяется на страховые компании, что в случае банкротства страховой компании средства клиентов защищены на 90%. То есть за счет того, что данные активы держатся в независимом депозитарии, они не являются средствами компании, то есть клиент защищен на 90% от от суммы в своих вложениях плюс инвестиционный доход. Такого уровня защиты нет нигде в мире, только в английских юрисдикциях. Royal Lado International предлагает контракты с регулярным взносом, а также с единовременным взносом. Небольшой обзор продуктов. Клиентом может быть частное лицо, компания, либо траст. Полис можно открыть в семи различных валютах. Валюта полиса является валютой платежей. То есть это валюта, в которой клиент уплачивает взнос. При этом внутри фонды могут быть уже в разных валютах. Клиент платит в одной валюте, а деньги могут инвестироваться внутри в разных валютах. Минимальный срок контракта 5 лет, хотя мы не рекомендуем открывать контракт менее чем на 10 лет. А взносы можно выплачивать ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Также есть возможность вносить единовременные платежи в любое время. Наиболее удобный способ платежей это банковская карта, так как списание идет без комиссии в определенную дату платежа. Крупные суммы, либо ежегодные взносы можно переводить с помощью безналичного перевода из России. При этом российская специфика в том, что это не банковский счет, это страховой полис юридический. И для перевода за рубеж нет необходимости уведомлять налоговую инспекцию об открытии счета. То есть клиент просто приходит в банк, предоставляет свой полис, перевод основных положений на русский язык и, соответственно, свободно переводит деньги. Минимальный регулярный взнос 300 долларов в месяц, то есть порядка 10 тысяч рублей. То есть вот этот взнос, собственно, делает контракт общедоступным. Минимальный разовый взнос составляет 7500 долларов. Взносы можно увеличить в любое время. Снизить и приостановить взносы можно после первоначального периода. Первоначальный период составляет от 18 до 24 месяцев, то есть от 1,5 до 2 лет. Ну и по сути это единственный жесткий период, который обязывает клиента уплачивать взносы. И эти деньги он не может изъять до конца срока контракта. То есть эти деньги, они инвестируются до конца срока контракта. Затем после первоначального периода, после полутора или двух лет, у клиента наступает полная гипно. То есть он может изымать деньги, может снижать взносы, может приостановки делать. А все что угодно. А в контракт можно заложить автоматическую ежегодную индексацию взноса, либо на 5, либо на 10%. То есть без вашего уведомления, без уведомления клиента просто взнос будет каждый год расти на 5 или 10%. Изъятие возможно после первоначального периода, либо в виде регулярных платежей, либо в виде разовых сумм. Все время у клиента есть доступ на сайте rl360.com, где можно посмотреть текущее состояние по своим вложениям, сделать обмен в фондах, посмотреть историю платежей.